МИФОЛОГИЯ В Угорите она была одной из главных богинь и регулярно получала подношения, о чем свидетельствуют тексты, написанные как на местном угоритском языке, так и на хуритском. Она также часто появляется в мифах, включая цикл Баала и эпос об Акхите. В первом она изображается как верная союзница бога грозы Баала наряду с Шапаш и Астартой, с которой Анат часто появляется. Анат помогает Баалу в борьбе за царствование и получает разрешение на собственный дворец и, наконец, оплакивает и мстит за его смерть от рук бога смерти Мотта. В одном из мифов она участвует в массовом убийстве людей и вероятных врагов Баала. В хуритских ритуальных текстах она появляется вместе с такими божествами, как Шемеге, Аштаби и Нупатик. В какой-то момент Бронзового века, либо во время правления Гексосов, либо вскоре после его окончания культ Анат был привнесен в Египет и богиня достигла определенной известности во время правления Рамзеса II, чья преданность ей хорошо известна. Свидетельство египетского поклонения Анат также имеется в различных местах Палестины, которые контролировались фараоны в Бронзовом веке. Она оставалась частью египетского пантеона вплоть до Римского периода. Грифантинские тексты V-IV веков до н.э. упоминают божество Анат-Яху, что может указывать либо на супружескую связь этих божеств, либо на само божество, как ипостась Яхве. В ранних поисследованиях Анат характеризовалась как богиня плодородия, связанная с человеческой сексуальностью. Но, несмотря на некоторую современную поддержку, эта точка зрения больше не является общепринятой среди экспертов. Вот так, вкратце, из Википедии о Анат, богине войны и охоты в религиях Аливанта и Месопотамии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok